Сегодня березовские власти заявили, чтобы построить на территории птицефабрики жилой комплекс Сибирская Венеция, нужно ликвидировать само предприятие. Местные чиновники рассказали, пока они не могут выдать разрешение на стройку. У проектного института возникло очень много вопросов. В частности, по санитарным нормам вблизи работающей птицефабрики нельзя строить ни жилые, ни садовые, ни дачные, ни рекреационные объекты. Санитарная охранная зона там один километр. Однако перенести немного дальше Венецию владелец агрохолдинга Сибирская губерния Алексей Подсохин просто не может. Там начинается уже чужая земля. Как говорят специалисты, чтобы построить жилой комплекс в этом месте Подсохину нужно закрывать фабрику. Там работает убойный цех, там работает котельная, там работают другие объекты. Там еще пока есть пометохранилище, от которого тоже санитарная охранная зона считается. Поэтому если он все ликвидирует, сделает рекультивацию, сделает проект рекультивации, его выполнит, я не знаю, институт будет сейчас рассматривать возможность внесения изменений в схему терапланирования в части определения данной территории от жилую застройку. Ну а руководители агрохолдинга Сибирская губерния такая информация поставила в тупик, пока они не могут прокомментировать, как будут действовать дальше. Но несмотря на такие сложности, на сайте жилого комплекса продолжают продавать квартиры. Застройщики предлагают приобрести их как за наличные, так и оформить ипотеку. Напомню, в середине июля Краевая прокуратура и Стройнадзор официально предостерегли горожан от покупки домов в Сибирской Венеции. Пока у бизнесменов нет необходимых документов, потенциальные покупатели рискуют стать обманутыми дольщиками.